Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 апреля, и с вами Нина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Марии, Сергея, Макария. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь по календарю совершает память величайшей святой, чей пример всегда вдохновителен, пример восхождения от глубины падения порока до величайшей святости. День памяти Марии Египетской, величайшей святой, великой грешницы, которая стала одной из самых святых в Сонме Небесном жен-подвижниц, своей любовью к Богу, своей решимостью жить по Его святым заповедям, своим покаянным подвигам. Церковь этой подвижницы посвящает целую неделю Великого Поста, неделя Марии Египетской. На пятой седмице в среду вечером совершается особое богослужение с чтением покаянного канона Андрея Критского и жития этой святой. Вы себе зафиксируйте, пожалуйста, эту дату, пятая неделя Великого Поста, среда вечер, служба стояния Марии Египетской. Заранее, пожалуйста, спланируйте, это будет через несколько дней, и побывайте. Одна из самых прекраснейших служб в цикле церковного богослужения. Итак, вот житие этой удивительной святой. В одном палестинском монастыре жил старец по имени Зосима, который провел в подвиге 53 года, и постепенно в его мысль закрался лукавый помысел, что, дескать, нет людей, превосходящих его в подвиге молитвы и трезвения. На что Господь тутчас послал ангела, который сказал Зосима, «Зачем ты так про себя думаешь, нескромно?» Вот есть монастыри и подвижники в них, которые во многом превзошли тебя в подвиге. Иди в такой-то Ярданский монастырь, и там увидишь величие святости. Он приходит в указанный монастырь, поселяется в нем, и живет, впитывая тот благодатный опыт подвижников этого монастыря. Был в нем такой обычай. На время Великого Поста все насильники обители, и спросив благословения игумена, взяв с собой некоторое количество пищи, а кто-то не брал ничего, отправляясь за Иордан в пустыню, и там один Бог был свидетелем их великих подвигов. В монастыре оставался лишь один священник для совершения богослужений, положенных церковью. Вот в первую неделю Зосима также помолившись, отправился за Иордан в пустыню, в которую углублялся 20 дней, надеясь увидеть величайших старцев, духовно опытных, которые научат его деланию святому. Остановившись однажды на молитву в чтении Псалма шестого часа, он краем глаза увидел некоторую тень, двигающуюся справа. Подумав, что это искушение, он осенил себе крестным знаменем и докончил молитву до конца. Затем обернулся и увидел человека, идущего по пустыне, совершенно нагого и крайне загорелого телом в солнечных лучах. Короткие волосы были белые, как снег, хотя, наверное, снега в пустыне нет, в общем, были очень белыми. Зосима отправился навстречу пустыннику, но тот, как только увидел приближающегося человека, развернулся и побежал прочь. Зосима за ним, в конце концов, замолился, «Остановись, я не могу по своей старости догнать тебя, но меня к тебе привел Господь». Подвижник остановился и говорит, «Я не могу беседовать с тобой, потому что я женщина. Одежда истлела, и мне необходимо прикрыть свою наготу. Дай мне свой плач, Авва Зосима, и тогда я смогу побеседовать с тобой». Пораженный тем, что женщина назвала его по имени, он размышлял, кто это перед ним. Когда она приблизилась, это удивительное место, они стали спорить с друг с другом за первенство благословения. Она говорила, «Благослови в имени, Отче!» А тот со смирением повторял, «Нет, ты благослови меня, мать, потому что ты назвала и имя, и сан мой, и у тебя большая благодать». Она говорит, «Нет, потому что ты священник, и твой долг благословить меня». Зосима, смирившись, воздал благодарение Богу, благословил подвижницу. «Давай, — говорит, — помолимся». Встали на молитву, и он, обернувшись к ней, увидел, как она поднялась видимым образом на воздух и, стоя на воздусе, молилась. Потрясенный таким видением и думая, что он видит перед собою привидение, дух, Зосима падает на колени в страхе и трепете. «Не дух я, — отвечает подвижница, — я великая грешница. Расскажи мне о себе, как ты жила и как ты достигла такой святости». Вот что поведала Мария о себе. Я родилась в семье, и с самого детства душа полюбила грех. В 12-летнем возрасте я оставила дом и ушла жить очень грешной и развратной жизнью. Причем грех, совершая не за деньги, а ради удовольствия от греха, в каких только беззакониях не пребывала я в течение многих лет жизни. Однажды я увидела группу паломников, отправлявшихся на пристань. Узнав, что они собираются в Иерусалим на праздник крестовоздвижения, я прибилась к ним, не взяв с собой денег, думая, что своим искусством я обеспечу себе безбедное плавание. Предаваясь греху, я достигла города Иерусалима, и там вместе с группой направилась в храм. Люди входили в Божий храм, а я, несколько раз пытаясь войти, не смогла переступить. Порог, как будто какая-то сила меня все время выталкивала из церкви. Стоя и размышляя в притворе, я вдруг подняла очи на икону Пресвятой Богородицы, и здесь, как будто пелена спала с моих глаз. Я поняла, что это именно за мои грехи Господь не допускает меня в церковь. От всего сердца я взмолилась к Пресвятой Богородице с просьбой простить свои грехи. Я просила и молилась, и вдруг услышала от нее голос. И иди за Иордан, и там обретешь спасение от грехов. Как будто огромный груз упал с моего сердца, я, боясь поверить тому, что мои грехи могут быть прощены, переступила порог церкви, и мне ничто не препятствовало. Упав перед крестом на колени, я облобызала честное древо, и затем, вернувшись к иконе Пресвятой Богородицы, с благодарностью молилась, исполняясь решимости тотчас выполнить повеленное мне. Выйдя из церкви, я направилась к реке, кто-то по дороге дал мне в руки три хлеба, говоря, «Мать, возьми, помолись за нас». На побережье, войдя в церковь, Иоанна Претеча исповедовала свои грехи, причастившись к святых христовых тайн, на следующий день переправилась на другую сторону, и вот уже много лет нахожусь в этой пустыне. Мария остановила свой рассказ, Зосима ожидал, а потом стал просить, что ты рассказала о своей жизни до пустыни, но утаила, как она проходила в покаянии, трудах. «Что рассказать тебе, Отче?» отвечала святая. «Если б ты знал, какие скорби и беды я пережила в этом месте, скорби от плоти, скорби от помыслов, когда нечистые духи, напоминая о прошлой жизни, издевались, смеялись и буквально выгоняли меня из этого места, говоря, возвращайся назад, тебе здесь нечего делать, ты погибнешь, ты опозоришься, вспомни, как ты жила, что ты сюда пришла. Многократно я без сил падала на землю, как будто замертво, но сила Божия меня вновь и вновь поднимала, поскольку не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Зосима поразился, что она так точно цитирует Священное Писание и спросил, кто ее научил знанию Евангелия. Я, говорит, никогда не училась, но Дух Святый в моем сердце открывает эти слова, но довольна Зосима. Возвращайся в свой монастырь. На следующий год я прошу тебя также прийти во время Великого Поста, но не в начале, потому что ты не сможешь прийти и причастить меня святых Христовых тайн. Я буду ждать тебя на таком-то месте. Прошел год и действительно Зосима в начале Поста не мог отправиться в пустыню, поскольку был прикован к постели болезнью. Поправившись, он пришел к указанному месту и там в назначенный день встретил Марию. Помолившись, причстившись святых Христовых тайн, она удивительный момент, я забыл, перекрестив Иордан, как пасуху перешла к Зосиме на его берег и затем тем же путем вернулась обратно, наказав ему лишь прийти в следующий год для того, чтобы исполнить положенное в отношении к ней. Когда Зосима вернулся, он увидел, что тело святой лежит нетленное, рядом на песке написана дата ее кончины 14 апреля такого-то года. Когда Зосима стал размышлять, как совершить погребение, вдруг рядом появился лев, который раскопал своими лапами песок и спокойненько удалился. Зосима в страхе и трепете от созерцания великих чудес совершил все положенное при погребении и, вернувшись в монастырь, рассказал о сей святой великой подвижнице. Подвижница, которая пережила лютые греховные падения, глубочайшее искреннее покаяние и принесла великие плоды, являя каждому из нас, дорогие мои, что у Бога нет грехов непрощенных, кроме грехов нераскаянных. И как бы тяжело человек не пал, в какую глубину трясину болота духовной скаверны он не забрался, всегда есть удивительный пример преподобной Марии Египетской, которая достигла величайшей чистоты и святости подвигом любви и самоотвержения. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok